Нахожусь в центре города, нашего города небольшого. Весь город вымер, как вы видите, ходят только полицейские. А здесь посредине поставили вот такой вот лоток с овощами и фруктами. То есть базар тоже закрыт, чтобы люди не толкались, чтобы люди не дышали на друг друга. Вот такой вот лоток, столы поставили с разными фруктами и овощами, которые можно приобрести. Вон там вот впереди центр, как это, шоппинг-центр. Ну вы поняли, да? Он, чтобы в него попасть 20 метров очередь, в которую нужно отстоять. И всего лишь два магазина открыто. Решил вам записать, просто коротенько. Я просто сейчас как раз в городе нахожусь, мне нужно было в магазин зайти. Дети остались дома с мамой. Ветер дует немножко, может не слышно меня. Вообще, сейчас пойду в банкомат, сниму деньги и куплю каких-то овощей, фруктов. Чтобы в банк попасть, тоже там огромная очередь. Потому что пускают по одному человеку в банк, представляете? Один человек только проходит. Вот такие вот новости. Кстати, вот там вот стройка идет. Грандиозная. Она не остановлена. То есть рабочие там вовсю работают. Никто, кроме строек, магазинов каких-то определенных, аптек. Все остальное закрыто. Вот такие новости с полей. Пойду снимать деньги. Вот видите, впереди люди стоят. Это очередь такая. Взяла вот такие вот груши. Они стоят один паунд деньгами за один паунд весом. Надеюсь, понятно, что это такое. Потом вон есть мадаринки пять за фунт. Пятьдесят. О, какой пакет тяжелый. Взяла брокколи. Сейчас я вам покажу. Денежку положу только. Я думала, больше десяти будет. А оно оказалось ровно десять фунтов. Сейчас покажу, что я взяла. Бананы. Но не зеленые все. Не знаю цены. Вот такой виноградик есть. За коробочку фунт пятьдесят. За коробочку вот такой черный. Восемьдесят пенсов. Ну, он как бы такой видно. Не очень вкусный, что ли. Сейчас покажу еще то, что я взяла. Кое-какие овощи покажу. Вот взяла брокколи. Она стоит семьдесят пенсов за паунд. Или фунт пятьдесят четыре за килограмм. Очень хорошенькая, свеженькая. Смотрите, есть грязная даже картошечка. Вот, в Англии тоже есть такое. Одна из Кипр. А вторая Майорка. Цена их, значит, вот эта. Восемьдесят пенсов из Кипра. Восемьдесят пенсов за паунд. А, вот написано в килограммах. Фунт семьдесят шесть за килограмм. Это стоит свежая. Молодая картошка. Два паунда килограмма за фунт пятьдесят. Не знаю, понятно ли такие цены. Я взяла вот такую картошку. Она поштучна. Она очень хорошо подходит для выпекания целиком. Она стоит вот три вот такие картошки за фунт двадцать. Вот так вот. Вот такая цена. Стоит здесь такой небольшой лоток. У них там есть яйца еще. Молоко, по-моему, даже в каком-то маленьком холодильнике. В общем, прикупила немножко продуктов. Сейчас в другой еще магазин зайду. Посмотрю, что там. Напишите, пожалуйста, дорогие зрители, как вам картинка. Не трясется ли? Потому что я снимаю с телефона. По идее, качество хуже должно быть. И должно, по идее, трястись. Не знаю, вот как вам кажется. Есть разница между моими обычными видео по качеству и вот этому видео. Качество, потому что, говорю, снимаю с телефона. Моя камера осталась в гнезде курином. В курином гнезде она снимает там, как яйца появляются на свет. Хочу заснять этот момент, как курица несет яйцо. Поэтому моя камера обычная осталась там. Так, я встаю в очередь, чтобы попасть вот в этот шоппинг-сенсор. Там мне нужен один магазин. Вы слышите, идет объявление. Встаем на 2 метра от человека и ждем в своей очереди. Встаю в очереди. Уже посередине, уже скоро, еще немножко осталось. Передо мной 3 человека, еще всего лишь. Сейчас уже попаду в магазин. Вон полиция ездит. Контролирует. Также ходит конная полиция, как вы видели. Красивая конная полиция. Стою я в очередной очереди. Вот она. Прошла уже в шоппинг-центре, но здесь еще одна очередь. Сейчас мне окрикнул человек, чтобы я отошла от другого человека на 2 метра. Я случайно подошла ближе. Здесь, вот смотрите, обувной магазин. Не знаю, видно вам, не видно. У меня как раз у Леши, у Миши, у Миши провались ботинки. А он закрыт, магазин этот. Мне хоть в какой-нибудь магазин попасть бы. А он закрыт. Вот такая вот у нас жизнь теперь. Честно говоря, мы уже сидим в Англии, уже сидим где-то шестую неделю. Пять недель где-то мы уже сидим. Я уже немножко попривыкла к этому. Меня уже это так не напрягает, не шокирует. Как есть такая шутка в интернете ходит. Фотография Агафьи Лыковой. Та, что где-то в Тайе живет. И написано, типа, передайте. Агафья просила передать, что самоизоляция тяжела только первые два года. Потом будет легче. Ой, смешно. Если бы не было так грустно, потому что читала статью о том, что хотят продлить на год эту всю фигню. И это вообще не смешно. Хочу купить витамин Сива. Такой вот. Я с собой, кстати, такой в Россию тоже брала, когда ездила. Мы по одной витаминке кушали в день. Здесь вот всякие витамины, всякие комплексы всякие разные. Вот еще витамин В есть. Витамин В1. Для детей вот всякие разные. Тут есть тоже витамины. Вот полки, в принципе, полные. Вот не знаю только, что вот здесь вот на полке на этой что было. Максимум 1 можно взять. Процетамол, да, разобрали? Процетамол. Процетамола нет. Написано, видите, максимум 1 упаковка на человека. Ну, процетамол мне не нужен. А я взяла вот витамин С. Вот он у меня здесь. Играет здесь музыка. Не знаю, смогу ли я этот кусочек видео вставить. Смотрите, антибактериальные салфеточки для пола, да. Очень, кстати, удобный, потому что вот даже пол в ванной протереть, да, в туалете. Он у меня маленький буквально. Там пола всего, не знаю, метр на два метра. Ну, то есть совсем маленький, можно, не можно, я так и делаю. Протираю просто каждый день вот пол антибактериальной салфеткой. Мне писали, что он не против вирусов, против вирусов он не работает. Я это знаю. Я знаю, что это как бы разные вещи, но все равно бактерий, чем меньше, бактерий попадет на твой организм, тем твой организм будет более, сопротивляемость у него будет лучшей. И по-любому, даже независимо от эпидемии, нужно протирать. Я также протираю ручки дома, перила на лестнице протираю им этими салфетками. Смотрите, здесь что-то кончилось, да, интересно, что кончилось. А, децол, да, был такой децол здесь. Здесь тоже антибактериальный такой спрей кончился. Возьму Агашева такой вот небольшой, как он называется, тазик, потому как сейчас еще холодно, чтобы бассейн набирать. Я и буду набирать небольшой тазик теплой воды, она будет играть в воде на улице, потому что температура воздуха позволяет, теплая, но не настолько теплая, чтобы набрать бассейн водой, вода будет холодная. В общем, сезон, конечно, еще такое плавание не открыт. Поэтому я ей такой тазик возьму, пускай она бултыхается. А то с этим изоляцией уже я вижу, что даже на детей оно действует. Хотя у нас есть сандик свой, да, где мы можем выйти погулять, но все равно оно тоже действует на психику даже детей. Я думала, на детей не будет действовать. Нет, на детей тоже действует. Смотрите, какие полотенчики хорошенькие. Два фунтика всего лишь. Сто процентный египетский хлопок. Такие хорошенькие, да. Возьму, может, для поднятия настроения. Потому что, конечно, тоже со всем этим локдауном как-то так все, конечно, пытаешься друг друга подбадривать. И, конечно, нам легче, когда мы вместе вот так вот подбадриваться. Но все равно, надо сказать, это тоже влияет, влияет на нашу психику, на взрослую. Хотя мы друг друга поддерживаем. Смотрите, шторы какие уцененные. Были 40 фунтов, стали 20. Красивые, правда? Куда их? Я сейчас в отделе нахожу всяких обои. Смотрите, какие красивые обои. Рулон стоит 10 фунтов. Вот, смотрите, из калибри. Ой, какая красота. Ой, а что если сейчас с этим локдауном, с этим самоизоляцией взять и заняться ремонтом? А? Будет, так сказать, чем занять свой мозг, кроме вот этого всего информации о коронавирусе. Смотрите, какие красивые из калибри. Обалдеть. Стоит 10 фунтов рулончик. Надо подумать, может, действительно мне какой-нибудь небольшой ремонтик заделать? Например, в бабушкиной комнате, маминой моей комнате. Вон есть с цветочками вот такие вот. Вот эти вот мне очень понравились. Смотрите, а, вот, вот, смотрите, вот такие вот они. Ой, какая красота. Бабушка будет спать в джунглях с калибри. Точно. Знаете, что нужно? Нужно ей как-то это сделать. Правда, как ее вывезти из дома, чтобы она об этом не знала. А как же она не узнает-то? Я вот сейчас это видео записываю, она же посмотрит его. Ай, все. Ладно. Короче говоря, пишите. Стоит, нет, заняться ремонтом? Может, какой-нибудь небольшой дизайник сделать? Хотя бы одну стену заклеить. Красотой вот такой. Ну-ка, какие тут еще есть? Ну, здесь такие простые есть. Такие мне не нравятся. 14 фунтов дороже стоят. А мне такой не нравится. Мне нравится что-нибудь вот, или вот такое вот. Или калибри. А вот, смотрите, зеленый. Вот, тоже красиво. Смотрите, вот такая вот стена. Красивая, да? Зеленая. Зеленый цвет мне нравится. О, какой красивый цвет. Нравится зеленый мне, оранжевый, что-нибудь такое яркое. Мне нравится. Вон желтый есть, смотрите. Вон есть вот такие вот. Кто это? Аисты, да, летят. Такая картина будет. Вот они. 16 фунтов стоит рулон. Не дешевый. Есть вот такой вот. Стоит он тоже 16 фунтов. Ну, я не вижу больше ничего такого красивого. Пишите свои идеи. Подсказывайте. Смотрите, есть какое, типа книги, да? Вот такую вот стену сделать. Типа книжный шкаф. Ну, есть тут вон города. Но мне такой не нравится, не моя тема. Вон есть розовый. Это для девочек, наверное. Вот такой вот есть. Что написано? Magic is all finding a way up to stars. Вот так вот написано. Вот такие вот обои. Людям, которые сидят тоже на карантине, может, тоже интересно посмотреть, что тут есть. В магазине. Пишите свои идеи. Может, что-нибудь с варганем интересное. Вот, смотрите, в чем сжигают мусор. Меня спрашивали, в чем англичане сжигают мусор. Вот в такой бочке. Внизу там дырки. Ну, и в боках здесь тоже вон дырки, чтобы кислород проходил. И вот такая вот здесь труба небольшая, чтобы дыма было меньше. Вот такие бочки сжигают мусор. Какой-то там не пластик, что-то такое вот, а какой-то там садовый, так сказать, мусор. Вот такая вот тепличка, смотрите, маленькая. Три. Здесь три, получается, вот такие вот три шелфс. Стоит она, сколько? 15 фунтов. 15 фунтов вот такая стоит. Но мне уже не нужно. У нас уже тепло совсем. Хотя некоторые в комментариях, бывает, пишут, что вот, Надя, зачем высадила. У нас уже тепло. Ночью примерно 6 градусов. Ну, конечно, не все я высадила. Немного повысаживала. Надо мне показать вам, что у меня в саду уже сейчас растет. Ну, и каждый день выставляю рассаду. В общем, тепличка мне не нужна. Вот, смотрите, какие у нас есть. Я уже показывала лопаты, да? Вот такая лопата. Это грибсти. Вот такая. А острой, как вот мне сколько раз уже писали, что надо мне с острым концом лопаты. Таких нет. Вот, есть маленькие грабли вон. Хорошие, очень качественные. Смотрите, цельное. Вот это все цельное. Стоит такие 15 фунтов. Это вот маленькие. Есть вот такие большие. Они стоят 17 фунтов. Вот побольше. Тоже цельное. Все вот это вот железо. Хорошее. Я вот такую вот копалку себе купила. Вот такую вот новую. Видите, у него цельное. Вот это железо у него цельное. Поэтому, по идее, оно не должно сломаться. И ручка удобно деревянная. С веревочкой подвесить. Веревочка, кстати, из кожи. Кожаная. Есть еще вот такие дешевые, но они очень быстро ломаются. Хотя по цене, та, что дорогая, стоит 4 фунта, а это 3. Разница небольшая, а в работе очень большая разница. Ломаются очень быстро. Вот такие вот 3 фунта стоят. Ну, тоже они гнутся очень легко. Втыкаешь в землю, и все гнется. Здесь отдел всякого раундапа, всякой химозы. Вон от крыс есть всякие. Rotten Mouse. Weatherproof Blocks. Может купить? Не знаю. Вообще я крыс не видела у себя. Уже давным-давно. Может купить на всякий случай. А вон, смотрите, крысоловка. Я бы поставила такую крысоловку, но я, знаете, что боюсь, что у меня собака в нее попадется. У меня же собака маленькая. Потом ветеринару ее придется везти. Сдохнет она от такого удара. Не знаю, стоит ли такое. Смотрите, есть такая еще. А, вот туда вот, смотрите. Сейчас покажу. Отраву кладешь туда, да? Вот это вот вещь. Сколько она? 8 фунтов стоит, да? Туда кладешь отраву, и собака не съест. И не ударит ее. Может быть, такую стоит взять. Смотрите, что еще есть. Что это? Cut. Scatter. Гранулы. Гранулы. Отпугивающие кошек. Интересно. Может, такую мне купить? Знаете, что я придумала на своих грядках, на которых гадят кошки? Они уже давно у меня не гадят, потому что я все грядки закрыла сеткой. Закрыла в чем угодно. В общем, не гадят они. Смотрите, есть еще вот такой вот отпугиватель от кошек. Видимо, какие-то, может, ультразвук что-то издает. Отпугивает их. Есть еще спрей, который... Ну вот, reduce falling, то есть уменьшает, как они на loans и paving, ну, то есть на газонах. Потому что если кошка или собака сыт на газоне, гадит или сыт, то там вымирает трава. У меня была это раньше проблема. Я, правда, дегтем выводила кошек. Дегтем брызгаешь, им уже невкусно. Вон, смотрите, есть всякие от слезняков. Но не знаю, хорошая ли это идея посыпать. Это какая-то посыпушка. Вон есть вот такие, вот помните, я покупала? Не помню, показывала вам или нет. Из металлической такая лента, в которой обворачиваешь горшок. Ну, это если в горшках растить. А вон, смотрите, есть от муравьев. Они мне начинают уже тлю носить, эти муравьи. Не знаю, может, стоит взять. Какая-то посыпушка, да? Эффективно на один месяц. Не знаю, пишите в комментариях, стоит такую гадость рассыпать по участку или нет. Вот я не уверена. Вообще не уверена. И, может, какие-то есть натуральные, какие-то способы отпугнуть муравьев. Потому что они уже начали тлю таскать вовсю на деревьях. Так, здесь семена газона. Вот, смотрите, можно купить на килограмм. 4 фунта 50 за килограмм. Вот такого вот. Вот, смотрите. Семена газонные. Вот мешочки. Можно набрать. Купила я все покупки сделала. Смотрите, здесь небольшой стенд стоит. Здесь можно пожертвовать денежку и взять какую-нибудь книжку. Ну, то есть, сколько хочешь пожертвуешь и бери. Они все со вторых рук. Но среди них бывает иногда попадаются какие-то хорошие книжки. Есть вот передача вот эта вот детская. Вон есть всякие рецепты, какие-то новеллы. Тут вот какие-то старые книги есть. Что это такое? Давайте посмотрим, что это. Blue Heatha. Голубой, как Heatha. Из него мед делают. Растение такое, цветок. Ну, не знаю, что это за... Романс, в общем, какой-то, видимо. Ну, видимо, вот такие вот старые какие-то книжки, которые не нужны. Их люди и отдают. Жертвуют ими. И вот можно положить пожертвование. А вот смотрите. Pride and Prejudice, да? Как это гордость и предубеждение, да? По-русски. Джейн Остин написала книгу. Обожаю эту Джейн Остин. Люблю очень ее книги, ее произведения. В общем, можно пожертвовать и что-нибудь взять отсюда. Хоть себя немножко покажу, а то показываю, показываю все вокруг. Себя не показываю. Просто с телефона очень трудно снимать. Боюсь, что будет плохое очень качественное видео. Картинка будет дрожать. В общем, я сделала покупки, иду на выход по этому торговому центру. Все, что нужно было сделать в городе, я сделала. Отправляюсь домой. На этом. Хотела сделать коротенькое видео, но вот такое вот получилось. Попробовала с телефона снимать. Не знаю, что получится из этого. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. До новых встреч. Смотрите, все места, где можно было сесть, лавочки, все перекрыты. Причем перекрыты лентами. Angel Investigation. Это когда что-то случается, кого-то убили, еще что-то вот таким вот перетягивают. Все лавочки перекрыты. Вот я хочу сейчас посидеть, отдохнуть. У меня тяжелые сумки. Да-да, тележку я не купила. Еще не купила. Может быть, сегодня я зайду на ebay и куплю себе тележку черную. Нету другой, говорила уже. В общем, смотрите, все перекрыто, негде сесть. О, голубь сидит. Полетели. Я. That's fine. И немножко луку. Возьму еще луку и взяла три большие кочана капусты. Ну как, относительно большие. Возьму сейчас еще луку. Хочу замариновать капусту сделать. Три кочана капусты. Что я сказала, лук или капусту? I'll have some onion as well. It's not very good quality, is it? А, I love a couple of them. Sorry. Sorry. Thank you. Вот такую вот капусту взяла. Хочу замариновать ее, заквасить. Такое быстрое уквашение. У меня есть рецептик очень вкусный. Хочется чего-нибудь такого квашеного. Да и тем более витамин С. Очень-очень полезный. Так, сейчас мы найдем денюжку. Где-то у меня тут десятка как раз была. Капуста вышла мне с 7 фунтов. Капуста мне вышла с 7 фунтов. Три кочина. И фунт с чем-то вышел лук. Вон полиция едет. Смотрите, что она большая. Прям огромная. Зачем, интересно, она подъехала? Может, нас всех сейчас похватают? Отправит куда-нибудь. Thank you. Thanks. Hi. Все, копеечки отдала мне. Правильно отдала? Да, правильно. Все, беру свои тяжести и топаю домой. Так, где-то я пакеты оставила вот здесь вот. Вон они, пакеты мои. Все, я домой. Люди, вы думаете, что вы единственные страдаете от этого локдауна, от этого закрытия всего, чего у нас было раньше? Вон, видите, голубь? Вот здесь вот магазинчик. Вон, продавались свежие, испеченные пирожки горячие. Разные. Мясные, овощные, все свежая, выпечка прям вот горячая. Только что из печи. И всегда кормили голубей. А теперь голубей никто не кормит. Вон он куда-то полетел, метнулся. Вон туда вон. Представляете, голубям-то тоже очень тяжко приходится. Тем более сейчас весна, надо выкармливать молодежь голубиную. А люди не кормят, люди не кушают. И что им делать, представляете? Так что не только люди страдают. Я думаю, голуби страдают намного больше. Потому что люди хоть могут сходить в магазин, свои запасы есть. А голуби, они все-таки жили на подачках людей. Такие городские голуби, не лесные. И им теперь придется, конечно, туго. Смотрите, стою здесь рядом магазин, закрытый. Видимо, здесь материалы продают. Хотя посмотреть просто, вот, посмотреть хотя бы через зеркало, через стекло посмотреть. Смотрите, какая подушка красивая. А здесь историки продаются. Красивые, да? Такие яркие цвета, насыщенные. Да, не скоро еще откроется магазин. Вон здесь объявление про коронавирус. Что они закрыты. Давайте заглянем внутрь. Что там? У-у-у, магазин. Как я давно не была в таком магазине. Только что была в магазине. Смотрите, на столе лежат посылки. Видимо, пришли, не распаковали. И никого нет в магазине. Вот так вот. А стройка идет. Ее никто не останавливает. Вот одно здание уже построили. И вон то впереди, там дальше. И вот это вот строит новый кинотеатр. Интересно, как вот сейчас в стране такой кризис, да? Начнется, особенно, когда кончится этот локдаун. Когда сейчас же приостановили все требования выплачивать всякие налоги. А вот когда закончится, оно же все рухнет на людей волной. Как все бизнесы позакрываются? У них такие были проекты многомиллионные, чтобы, как сказать, развивать центр. Как они будут его развивать, если так все, в такой кризис, таким узлом затянется? Непонятно. В общем, непонятно, что будет после этого всего локдауна. Когда мы сейчас сидим, вроде как бы еще ничего. Но когда эта все занавесь откроется, нас всех выпустят, вот тогда мы реальный результат увидим. Что произошло и как наша жизнь поменяется. Прошла дальше, отдыхаю. Забралась на гору. Смотрите, какая здесь красота. Открывается вид. Не знаю, видно ли вам. Через камеру вообще все плохо видно. Какая красота на город. Ветер дует, наверное, меня не слышно.